Мы сейчас прочитали недельную главу «Ахараймот» Эта недельная глава связана с тем, как нужно проводить День Искупления Согласно предыдущим главам, все, что касается жертв Великий Первый Священник сначала должен был принести жертву за свои собственные грехи А потом за грехи народа Я хочу немного расширить наши знания относительно этих жертв Он должен был принести агнца парана за грехи народа Это та жертва, которая полностью сжигалась на жертвы В основном в иудаизме есть понятие, что эта жертва подобна тому, что должно было случиться при нишении Ицхака Почему? Потому что вместо Ицхака в кустах запутался баран, которого послал Бог И жертва за народ, общая жертва представляет нас Мы все полностью без астатка должны быть посвящены Господу Таким образом, как эта жертва была сжена на жертвы полностью без астатка В словах, это как будто бы быть жертва живая жертва благоугодная Господу Это написано в Роме, в Парк 12 Написано об этом в Римлянах в 12 главе Окей Хал'а, написано... ...кетово... ...кетово... ...четово... 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 ...двух... ...казлов kiDSость Если мы внимательно читаем, то обычная жертва за грех это это... ...нужно привительить козу женского полтого кiritPS penguin двух козлов мужского пола и не одного, а двоих. Мы можем ассоциировать два этих козла как два сына Аарона. Это жертва очень особенная. С одной стороны, есть у них один гуравль, у них два мема, у них два сына. С одной стороны, эти двое козлов, оба предназначены на смерть. Мецед шени, כל אחד ямут בדרך אחרת. С другой стороны, эти двое умрут по-разному. Эхад кетов, что на одного, когда падает жереби, он будет жертвой Господу. А второй будет жертвой Азазелю. Азазьир, что наибхар тот козел, который был избран для того, чтобы быть жертвой Господу, он на себе понесет обычный грех. Хочется, что он знал. Кроме того, что он мужского пола. Он понесет грех, он как обычная жертва за грех. Как написано, что его кровь должна быть, нужно пролить на жертвой. На ойл המועד и на святой святых. И его тук он сажется на жертвой Ники. Некон. Легеби Азазьир השני, относительно второго козла, он выбрал для Азазеля. Он, его выбрали для того, чтобы быть козлом отпущения для Азазеля. И все, что относительно заповеди жертвенников, это было что-то новое. То есть, что здесь происходит, его ставят живым перед великим первосвященником. И первосвященник возлагает на него свои руки. И с возложением он исповедует все грехи своего народа, все, которые только могут быть. А потом он передает другому человеку этого козла, и этот человек отводит козла в пустыне. В 21 стихе написано Написано что он отводит козла в пустыню, и этот козел несет на себе все грехи, и всю вину, и все преступления. То есть, первый козел, который был принесен в жертву, посвященный Господу, и принесен в жертву на жертву, на жертву, Он никар и тихар от мишкан. Он пролел с его кров и он очистил свою кров скинию. То, что я думаю, что этот козел представляет собой жертву Господа на меси Иешуа. Через свою смерть он открыл нам путь Господу, путь Святой Ичистой. Зато, скинию козел козел Забрал на свою голову всю вину, все преступления и все грехи народа. И он был отправлен для того, чтобы он умереть в пустыне. Для того, чтобы его тудат вел, какой-то человек из народа. Иешуа взял на себя грехи всех людей, и, во-первых, евреев, во-вторых, всех остальных народов. И тот, кто его повел на смерть, это еврейские лидеры, религиозные лидеры и римские солдаты. В 29 стихе написано. «Воито לכם לחוקת עולם». И пусть это будет вас закон вечный. Я хочу сказать, что это было. «Воито לכם לחוקת עולם». «Бחודש השביעי, בעשור לחודש, т'ענו את נפשותכם, בכל מהלכה לא תעשו. «האזרח והגר הגר בתוככם. «Ки ביום הזה יחפר עליכם לתהר אתכם, «меколь חתות אתכם, לפני אדוני תתהרו. «Шבת שבתון הילכם, «вין אתם את נפשותכם חוקת עולם». «И да будет для вас вечным постановлением, «В седьмой месяц, в десятый день месяца, «смиряйте души ваши, «и никакого дела не делайте, «ни доземец, «ни пришелец, «поселившийся между вами. «Ибо все день очищают вас, «чтобы сделать вас чистыми, «от всех грехов ваших, «чтобы вы были чисты перед лицом Господним». אז, בעצם, מדובר פה על יום הכיפורים». Здесь говорится про день искупления. אבל אנחנו יודעים, שאחרי קורבן המקדש, «י אפשר להקריב קורבן». Но мы знаем, что после разрушения храма, «невозможно приносить жертвы». לכן, אנחנו יכולים לשמור את יום הכיפורים. Поэтому, каким образом мы можем соблюдать день искупления, יום כיפור? ישוע אמר, שהוא בא לא כדי להפר את התורה, или כדי להקיים אותה. ישוע сказал, что он пришел не нарушить закон Тору, а исполнить ее. Это написано в Матфея, в 5 главе. Его жертва была принесена один раз. Но эта жертва вечная и неприложная. не такая временная жертва, которую нужно было принесить каждый год на день искупления. А жертва ישוע исполняет эту заповедь во веки вечный. В 17 стихе, в 17 главе, в 3 по 5 написано, что тот человек, чья жертва не пройдет в Скинию собранию, он изтребится из народа своего. Наши опрещения мы можем получить только через ישוע. Дерех Мишкан, где он был и Коэн Гедой, и Коэн Гедой. Потому что Иишуа в нашей Скинии занимает место и великого правосвященника, и самой жертвой. Коэн Гедой должен был прикрив и пар, и айял. Великий правосвященник должен был принесить и барана, и козла в жертву. А еще до того, как он даже только приблизился к Скинии собрание. Коэн Гедой чтобы он смог сам очиститься и быть достойным принести жертвы за народ. Иишуа, он принес жертву самого себя, потому что на нем не было никакого греха. Амин. Амин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова